ФРС как никогда силён и имеет все инструменты. У нас намного меньше инструментов. Британский фунт стерлингов – самая дорогая валюта в мире. В 1940 году соотношение фунта стерлингов к доллару США составляло 1 к 4. Сейчас за фунт дают 1 доллар и 30 центов. Тем не менее, фунт до сих пор считается самой успешной фиатной валютой, которая до сих пор существует. За последние 160 лет великобританский фунт стерлингов потерял 95,5% своей стоимости. Это видно на этом графике. А это значит, что 1 фунт стерлингов в 1860 году по своей покупательной способности равнялся 122,5 фунтам сегодня. Вы понимаете, что это значит? Самая успешная фиатная валюта потеряла 95,5% своей стоимости. Если это не убеждает вас в том, что биткоин, золото или другие драгоценные металлы – это то самое средство сбережения, то я не знаю, что еще может вас убедить. И это очень весомая причина, почему все, кто держит биткоин, должны увидеть это видео. Все, кто интересуется биткоином, но сомневается, тоже не должны пройти мимо. Поэтому я был бы благодарен, если бы вы максимально помогли распространить это видео в массы, хотя бы просто поставив лайк. А меня зовут Богатейший Ди, вы на одноименном канале, и мы переходим прямо к контенту. В сегодняшнем видео мы коснемся графика биткоина, но ненадолго, ведь то, о чем мы будем говорить дальше, касается долгосрочного его развития. На часовом графике мы все еще наблюдаем этот уже, можно сказать, параболический рост, который сейчас перешел в очередную стадию накопления, в которой объемы также упали. Судя по тому, что график четко следует параболической оси, эта стадия накопления должна привести курс к очередной точке соприкосновения с ней, перед тем, как мы увидим новые движения. На дневном графике все выглядит так же хорошо. Курс все еще находится выше двухсотдневной скользящей и выше верхней границы нисходящего канала, который продолжался еще с прошлого лета. Это очень хорошие сигналы того, что биткоин успешно вырвался из этого нисходящего канала. Хотя я все еще убежден, что гэп на уровне 8500 долларов должен быть закрыт. А так все хорошо, тут пока не о чем говорить. То, о чем я хочу рассказать дальше, взорвет ваш мозг. Это некоторые неудобные факты о фиатных валютах, которые от вас пытаются скрыть, или от которых вас пытаются отвлечь различными способами. В основном не совсем гуманными. Я уже говорил об этом когда-то давно, но сегодня я бы хотел освежить это в вашей памяти. Почему я хочу это сделать? Потому что это доказывает, почему что-то вроде биткоина имеет большие шансы на успех. Ну и конечно же драгоценные металлы и другие безопасные средства сбережения. Также я не мог обойти стороной совсем свежее заседание ФРС и всего лишь одна фраза, сказанная на нем, взрывает мозги. Она меня просто потрясла до глубины души. Начнем с того, что такое фиатные деньги. Это символические бумажные деньги, не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами. Их номинальная стоимость гарантируется государством. Поэтому инвестиции можно назвать чем-то вроде бегства от денег, чья покупательная способность падает вместе с падением авторитета государства и власти. История фиатных денег, если говорить мягко, это история неудач. Это статья итог длительного исследования, которое я параллельно слегка проверил. Она не нуждается в моих дополнениях, поэтому просто внимательно слушайте. Это взорвет ваш мозг, я гарантирую. Еще раз напоминаю, речь пойдет о самой успешной, о самой успешной из всех до сих пор существующих фиатных валют на земле. Это определенно то, что вы должны показать своим друзьям, которые не верят в биткоин, зато доказывают, что ничего лучше долларов нет. Согласно исследованию 775 фиатных валют, проведенному ресурсом dollargaze.org, не существует ни одного исторического прецедента, когда фиатная валюта преуспела в сохранении своей стоимости. 20% существовавших фиатных валют потерпели крах из-за гиперинфляции. 21% из них уничтожила война. 12% канули в лету из-за объявления независимости некоторых стран. 24% существовавших фиатных валют сгинули из-за реформирования. А 23% все еще находятся в обращении, но приближаются к одному из таких же финалов жизненного цикла. Средне ожидаемая продолжительность такого жизненного цикла составляет всего лишь 27 лет. При этом наименьшая продолжительность – один месяц. Основанный в 1694 году британский фунт стерлингов является старейшей живой фиатной валютой в мире. Учитывая, что ему уже 317 лет, его следует считать успешной бумажной валютой. Однако этот успех относителен. Стоимость британского фунта стерлингов изначально определялась 12 унциями серебра. Но сегодня он стоит менее чем 0,02% от этого значения. Либо же всего 0,5% от своей оригинальной стоимости. Другими словами, самая успешная до сих пор живущая фиатная валюта потеряла 95,5% своей стоимости. Если вам будет интересно почитать истории некоторых, когда-то сильных, а теперь давно уже сгинувших валютах, я оставлю ссылку на эту статью у себя в Телеграме. А ссылку на Телеграм вы найдете в описании под видео или в закрепленном комментарии, также под видео. Я уверен, найдутся многие, кто скажет, я же не проживу 317 лет, зачем мне вообще беспокоиться об обесценивании фиатных валют за этот срок? Что же, резонный аргумент, но для тех, кто так говорит, я нашел пару примеров совсем свежих событий, которые покажут вам, что потеря покупательной способности денег может задеть и вас. И произойти это может не за три сотни лет, а всего лишь за несколько недель. Перед вами аргентинская песа по отношению к доллару США. Каждая свеча это одна неделя. И вот эта свеча случилась в августе 2019 года. Но теперь подумайте вот о чем. Живете вы себе в Аргентине и у вас в банке лежат местные денежки, оцениваемые в 100 тысяч долларов после конвертации в американскую валюту. И тут спустя несколько недель ваш счет обесценился на 30%. Теперь ваши аргентинские денежки в банке оцениваются всего лишь в 70 тысяч долларов, а не 100 тысяч, как три недели назад. Причем основная часть ваших сбережений обесценилась всего лишь за одну ночь. Более 20% падения за одну ночь. Просто вдумайтесь в это. Минус 91% в стоимости аргентинская песа показала за 7 лет. Вы все еще убеждены, что фиатные валюты со средней продолжительностью жизни 27 лет это великолепно и классно? Как вы видите, нет. Но посмотрите на людей. Большинство из них работает с утра до вечера и копит свои деньги в фиате, в лучшем случае под подушкой, а в худшем в банке. И все это приведет, как уже не раз приводило, к тому, что однажды они потеряют все то, что копили так долго и усердно. Это не касается богатых, которые постоянно находятся в поисках, куда бы инвестировать и вложить эти бумажные деньги. Вот почему богатые становятся все богаче, а обычные люди все беднее. Вот почему разрыв между бедными и богатыми все больше. И это именно та проблема, которую биткоин может исправить и решить. Потому что биткоин это не фиатные деньги. Эта форма денег является куда сложнее. Он не может быть подвержен правительственной инфляции, искусственной инфляции и так далее, даже если власти очень этого захотят. И это еще одна причина, почему биткоин можно рассматривать в качестве средства сбережения богатства. Но это еще не все, ребята. Это еще далеко не все. Если вы думали, что это взрыв мозга, то смотрите дальше. И будет вам контрольный выстрел в зомбиленде. Как вы знаете, совсем недавно в Пуэрто-Рико с руки ФРС проводилась банковская конференция. Ситуация сама по себе, конечно, вызывает вопросы. Но да ладно, все это не играет роли. Роль играет только то, что официальные лица ФРС там сказали. Сказали они совершенно потрясающую вещь. Кто-то задал вопрос о рецессии, о том, что она приближается. И на это был получен следующий ответ. Если там действительно есть рецессия, не волнуйтесь. Потому что ФРС как никогда силен и имеет все инструменты, чтобы поддерживать экономику. Я не могу не вставить сюда фрагмент из одного своего видео. Кстати, если вы его не видели, ссылка в описании будет. И сейчас подсказка в верхнем правом углу тоже вылезет. Его посмотрело уже 56 тысяч человек. Вау, это очень много, как для моего канала. Ну, послушайте. Но есть и отличия на этот раз. Потому что, как ни странно, у нас нет некоторых инструментов, которые были. Уже нет. Нет даже плана. Мы... У нас намного меньше инструментов, чтобы справиться с какими-либо событиями, которые могут произойти. ФРС как никогда силен и имеет все инструменты. У нас намного меньше инструментов. Ха-ха. А знаете, что на самом деле хотел сказать ФРС? За этой эпической самоуверенной фразой скрываются следующие слова. Мы будем печатать деньги столько, сколько сможем. А знаете, в чем проблема-то? В процентных ставках, которые все прижаты к полу. В некоторых странах они уже иногда уходят в минус. А как мы знаем, во время прошлых рецессий процентные ставки всегда падали приблизительно на 5%. На этот раз у нас будут отрицательные процентные ставки везде. В США, в Евросоюзе, в Японии. Отрицательные ставки означают только одно. По всему миру все рынки будут утопать в фиатных деньгах. Также не забывайте, что все страны находятся в состоянии постоянной конкуренции друг с другом. Из этого возникают конфликты. Если ФРС в Соединенных Штатах будут печатать бесконечное количество денег, что, по-вашему, будут делать остальные страны? Они тоже будут печатать больше денег. После чего штатам придется печатать еще больше денег. А странам придется отвечать на это еще большим печатанием. Это просто бесконечный цикл. Гонка печатных станков. Наверное, так это и будет называться впоследствии в исторических учебниках. И, находясь в конкурентном сообществе, страны просто не смогут избежать этой гонки. В таком состоянии очень много компаний просто объявят о банкротстве, потому что у них больше не будет доступа к дешевым деньгам. И, как следствие, будут испытывать множество проблем. Например, с наймом работников, что приведет и к безработице в том числе. Я на 90% уверен, что это то, что будет происходить на протяжении следующих 10 лет. Мы делаем все, чтобы следующий финансовый кризис пришел и стал худшим в истории. Это будут темные времена. И биткоин вполне может оказаться спасительной гаванью. Конечно же, это не гарантировано. Но что вообще гарантировано в наше время? Даже золото не является гарантией. А мы просто как тело физики пытаемся найти положение с наименьшей потенциальной энергией. Время покажет. Получится ли у нас это сделать? А меня зовут Богатейший Ди. Если вам это видео понравилось, не забудьте поставить лайк. Большое вам спасибо за это. А также подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok